Эрих Фром. Человек для себя. Глава первая. Проблема. «Знаниями, разумеется, — сказал я, — только бы друг мой не надул нас софист, выхваляя то, что продает, как те купцы или разносчики, что торгуют телесную пищей, потому что и сами они не знают, что в развозимых ими товарах полезно, а что вредно для тела, но расхваливают все ради продажи, и покупающие у них этого не знают, разве случится кто-нибудь, сведущий в гимнастике или врач? Также и те, что развозят знания по городам и продают их оптом и в розницу всем желающим, хотя они и выхваляют все, чем торгуют, но, может быть, друг мой, из них некоторые и не знают толком, хорошо ли то, что они продают, или плохо для души, и точно так же не знают и покупающие у них, разве лишь случится кто-нибудь, сведущий в врачевании души? Так вот, если ты точно знаешь, что здесь полезно, а что нет, тогда тебе не опасно приобретать знания и у протагора, и у кого бы то ни было другого. Если же нет, то смотри, друг мой, как бы не проиграть самого для тебя дорогого, потому что ведь гораздо больше риска в приобретении знаний, чем в покупке съестного. Платон. Дух гордости и оптимизма отличает западную культуру в последние два столетия. Гордости разумом как инструментом понимания природы и властвования над ней, оптимизма в отношении исполнения самых заветных надежд человечества, достижения величайшего счастья для огромного множества людей. Гордость человека оправдана. Благодаря своему разуму он построил материальный мир, действительность в котором превосходит мечты и видение сказочников и утопистов. Он подчинил себе физическую энергию, которая позволит человеческой расе обеспечить материальные условия, необходимые для достойного и продуктивного существования. И хотя многие его цели еще не достигнуты, едва ли можно сомневаться в том, что они в пределах досягаемости и что проблема производства, которая была проблемой прошлого, в принципе решена. Впервые за свою историю человек видит, что идеи единства человеческой расы и подчинения природы в интересах человечества больше не мечта, а реалистическая возможность. Разве не оправдана его гордость, уверенность в себе и в будущем человечества? Тем не менее, современный человек чувствует тревогу и замешательство. Он трудится и стремится, но испытывает смутное чувство бесплодности своих усилий. В то время как его власть над материей растет, он ощущает бессилие в своей индивидуальной жизни и в обществе. Создавая все новые и лучшие средства овладения природой, он увязает в сетях этих средств и теряет представление о цели, которая единственная придает им значимость, человеке как таковом. Став господином природы, он сделался рабом машин, созданных его собственными руками. При всех своих знаниях о материи, человек невежествен в самых важных и основополагающих вопросах человеческого существования. Что такое человек, как он должен жить, как может быть высвобождена и продуктивно использована огромная энергия, заключенная в самом человеке. Современный кризис человечества приводит к отступлению от надежд и идей эпохи просвещения, под знаком которых начался наш политический и экономический прогресс. Сама идея прогресса названа детской иллюзией. Вместо нее проповедуется реализм, новое слово, означающее полное отсутствие веры в человека. Идея достоинства и могущества человека, которая давала ему силу и смелость для великолепных достижений на протяжении последних нескольких столетий, подвергается сомнению. Считается, что необходимо вернуться к признанию полного бессилия и ничтожности человека. Такой взгляд грозит уничтожением самых корней нашей культуры. Идеи просвещения учили человека тому, что он может доверять своему разуму как проводнику к установлению правильных этических норм, и что он может полагаться на себя, не нуждаясь ни в откровении, ни в руководстве церкви для познания добра и зла. Девиз эпохи просвещения «смей знать», означавший «доверяй своему знанию», стал руководством для усилий и достижений современного человека. Растущие сомнения в автономии человека и его разуме создали состояние нравственной растерянности. Человек остался без указаний и откровения, и разума. Результатом этого стало принятие релятивистской позиции, утверждающей, что ценностные суждения и этические нормы есть исключительно дело вкуса или произвольного предпочтения, и что в области морали не может быть сделано объективно правильных утверждений. Однако, поскольку человек не может жить без ценностей и норм, такой релятивизм делает его легкой добычей иррациональных систем ценностей. Он возвращается к концепциям, которые уже были преодолены греческой философией, христианством, ренессансом и просвещением XVIII века. Требования государства, восторженные поклонения магическим качествам всесильных лидеров, могущество машин и материальный успех сделались источниками норм и моральных суждений человека. Следует ли нам так это и оставить? Должны ли мы согласиться с альтернативой между религией и релятивизмом? Должны ли мы примириться с отказом от разума в вопросах этики? Должны ли мы поверить в то, что выбор между свободой и рабством, между любовью и ненавистью, между истиной и ложью, между целостностью и оппортунизмом, между жизнью и смертью всего лишь результат субъективных предпочтений? Однако другая возможность существует. Правильные этические нормы могут быть сформированы человеческим разумом и только им одним. Человек способен различать добро и зло и приходить к моральным суждениям столь же правильным, как все прочие суждения, вырабатываемые разумом. Великая традиция гуманистической этической мысли заложила основы ценностных систем, базирующихся на человеческой автономии и разуме. Этические системы строились на предпосылке, согласно которой для того, чтобы понять, что для человека хорошо и что плохо, нужно знать природу человека. Таким образом, эти системы представляли собой фундаментальные психологические исследования. Если гуманистическая этика основана на знании человеческой природы, современная психология, в особенности психоанализ, должна была бы представлять собой могучий стимул развития гуманистической этики. Однако, хотя психоанализ чрезвычайно расширил наши знания о человеке, он не увеличил наших знаний о том, как человек должен жить и что должен делать. Его главной функцией оказалась функция разоблачения, демонстрация того, что ценностные суждения и этические нормы есть рационализированные выражения иррациональных и часто бессознательных желаний и страхов, и таким образом не могут претендовать на объективную правильность. Хотя такое разоблачение само по себе было весьма ценным, оно становилось все более бесплодным, поскольку не сумело выйти за пределы простой критики. Психоанализ в попытке утвердить психологию как естественную науку совершил ошибку, отделив ее от проблем философии и этики. Он пренебрег тем фактом, что человеческая личность не может быть понята, если не рассматривать человека в целостности, включая потребность в нахождении ответа на вопрос о смысле его существования и открытии норм, в соответствии с которыми он должен жить. Хомопсихологикус Фрейда – такая же нереалистическая конструкция, какой был хомоэкономикус классической экономики. Невозможно понять человека и его эмоциональные и психические нарушения без понимания природы ценностных и нравственных конфликтов. Прогресс психологии лежит не в разделении так называемых естественной и духовной сфер и сосредоточении внимания на первой из них, но в возвращении к великой традиции гуманистической этики, рассматривавшей человека в его телесно-духовной целостности, считавшей, что цель человека – быть самим собой, и что условия достижения этой цели – быть человеком для себя. Я написал эту книгу с намерением утвердить правильность гуманистической этики и показать, что наше знание человеческой природы ведет не к этическому релятивизму, а, напротив, к убеждению, что источники норм этического поведения могут быть найдены в самой природе человека, что нравственные нормы основываются на врожденных свойствах человека, а их нарушение ведет к психическому и эмоциональному распаду. Я постараюсь показать, что структура характера зрелой, цельной личности, продуктивного характера служит источником и основой добродетели, а порог, в конце концов, ведет к безразличию, к собственной личности и саморазрушению. Не самоотречение и не себялюбие, а любовь к себе, не отрицание индивидуальности, а утверждение своей истинно гуманной личности есть высшие ценности гуманистической этики. Чтобы обрести уверенность в ценностях, человек должен познать себя и свою способность, дарованную от природы к добру и продуктивности. Глава 2. Гуманистическая этика. Прикладная наука. Искусство жить. Однажды Сусия взмолился. «Господи, я так Тебя люблю, но боюсь Тебя недостаточно. Позволь мне испытать благоговейный страх, как одному из Твоих ангелов, которые проникнуты трепетом перед именем Твоим». И Бог услышал его молитву, и имя его проникло в глубины сердца Сусии, как это происходит с ангелами. Однако тут Сусия спрятался под кровать, как собачонка, и животный страх сотрясал его, пока он не возопил. «Господи, позволь мне снова любить Тебя, как Сусия любил». И Бог и на этот раз услышал его тоже. 1. Этика. Гуманистическая в противовес авторитарной. Если мы не отказываемся, как делает этический релятивизм от поиска объективно правильных норм поведения, какие критерии для таких норм можем мы найти? Тип критерия зависит от типа этической системы, нормы которой мы изучаем. Критерии авторитарной этики неизбежно фундаментально отличаются от таковых этики гуманистической. В авторитарной этике авторитет диктует, что для человека хорошо, и задает нормы и законы поведения. В гуманистической этике сам человек является и создателем, и исполнителем норм, их формальным источником, регулирующий силой и объектом управления. Использование термина авторитарный делает необходимым прояснение концепции авторитета. Существующая путаница в отношении данного понятия связана с широко распространенным мнением о том, что мы стоим перед альтернативой – иметь диктаторский и рациональный авторитет или не иметь никакого. Однако эта альтернатива неверна. Настоящая проблема заключается в том, о каком типе авторитета идет речь. Когда мы говорим об авторитете, имеем мы в виду авторитет рациональный или иррациональный. Рациональный авторитет имеет своим источником компетентность. Человек, авторитет которого уважаем, действует исключительно в пределах задачи, возложенной на него теми, кто ему доверяет. Ему нет нужды их запугивать или вызывать их восхищение своими магическими качествами. До тех пор, пока он компетентно помогает, а не эксплуатирует, его авторитет основывается на рациональных фактах и не предполагает благоговения. Рациональный авторитет не только позволяет, но и требует постоянного надзора и критики со стороны подчиняющихся ему, он всегда носит временный характер, его принятие зависит от его действенности. Источник иррационального авторитета, в отличие от рационального, всегда есть власть над людьми. Эта власть может быть физической или психической, реальной или относительной в силу тревоги и беспомощности тех, кто подчиняется авторитету. Власть с одной стороны и страх с другой – вот всегда тот фундамент, на котором строится иррациональный авторитет. Критика его не только не поощряется, но запрещена. Уважение к рациональному авторитету основывается на равенстве между его носителем и управляемым человеком и различается только в зависимости от степени знаний и умений в конкретной области. Иррациональный авторитет по самой своей природе основан на неравенстве и предполагает различия в ценности. Термин «авторитарная этика» относится к иррациональному авторитету, следуя принятому использованию понятий «авторитарный» в качестве синонима «тоталитарный» и «антидемократический систем». Читатель скоро увидит, что гуманистическая этика совместима только с рациональным авторитетом. Авторитарную и гуманистическую этику можно различить по двум критериям – одному формальному, другому материальному. Формально авторитарная этика отрицает способность человека знать, что хорошо и что плохо, норму определяет всегда авторитет, стоящий выше индивида. Такая система основывается не на разуме и знаниях, а на преклонении перед авторитетом и на чувстве слабости и зависимости, отказ от принятия решений и передачи этого права авторитету проистекают из его магической власти. Его решения не могут и не должны подвергаться сомнению. В материальном смысле, в соответствии с содержанием, авторитарная этика отвечает на вопрос о том, что хорошо и что плохо, в первую очередь в интересах авторитета, а не в интересах индивида. Она имеет эксплуататорский характер, хотя индивид может извлекать из нее существенные блага, как психологические, так и материальные. И формальные, и материальные аспекты авторитарной этики с очевидностью проявляются в происхождении этических оценок ребенка и нерефлексивных ценностных суждений среднего взрослого. Основы нашей способности отличать добро от зла закладываются в детстве, сначала в отношении физиологических функций, а затем в отношении более сложных форм поведения. Ребенок обретает способность различать хорошее и плохое еще до того, как научается делать это разумом. Его ценностные суждения формируются как результат положительных или отрицательных реакций людей, имеющих значение в его жизни. Учитывая полную зависимость ребенка от заботы и любви взрослого, неудивительно, что одобрительного или неодобрительного выражения на лице матери достаточно, чтобы научить его видеть различия между хорошим и плохим. В школе и в обществе действуют сходные факторы. Хорошее – это то, за что хвалят, плохое – то, что не одобряется или за что наказывают авторитеты или большинство окружающих. Действительно, боязнь неодобрения и потребность в одобрении представляются самой мощной и почти исключительной мотивировкой этических суждений. Такое сильное эмоциональное давление не позволяет ребенку, а позднее взрослому, задаться критическим вопросом, хорошо ли хорошее для него самого или для авторитета. Альтернатива в этом отношении становится очевидной, если мы рассмотрим ценностные суждения в отношении вещей. Если я говорю, что один автомобиль лучше другого, само собой разумеется, что автомобиль назван лучшим в силу большего для меня удобства, понятие хорошего и плохого относится к пользе предмета для меня. Если владелец собаки считает ее хорошей, он имеет в виду определенные ее качества, полезные для себя, например, способность выполнять функции сторожевой или охотничьей собаки или ласкового домашнего любимца. Вещь называют хорошей, если она хороша для человека, который ею пользуется. В отношении человека может быть применен тот же критерий ценности. Наниматель считает работника хорошим, если тот приносит ему пользу. Учитель может назвать хорошим ученика, который послушен, не причиняет неприятностей и служит к чести учителя. В том же смысле ребенка называют хорошим, если он кроток и послушен. Хороший ребенок может быть запуганным, неуверенным в себе и стремится лишь угодить родителям, подчиняясь их воле, в то время как плохой ребенок может обладать собственной волей и искренними интересами, которые, однако, его родителям не нравятся. Очевидно, что формальные и материальные аспекты авторитарной этики неразделимы. Если бы авторитет не хотел эксплуатировать индивида, ему не было бы надобности управлять им при помощи страха и эмоционального подчинения, он мог бы поощрять рациональные суждения и критику, подвергаясь тем самым риску обнаружить свою некомпетентность. Однако, поскольку на кону стоят его собственные интересы, авторитет объявляет послушание главной добродетелью, а не послушание главным порокам.